здравствуйте друзья разнообразим немножко значит наши обзоры складных ножей обзором ножа значит с фиксированным клинком таких обзоров честно говоря миллион вот я сделаю как бы свой миллион первый обзор на этот нож это стан так самый популярный самый знаменитый нож бак 768 все его прекрасно знают вот параметры мы его как бы озвучивать я не буду они вообще известны можно посмотреть на любых обзорах значит какие свои просто выскажу небольшое мнение свое данном ноже значит вот такой мы имеем нож вот такие ножны ножны у нас реализованы из материала значит внутри имеется не знаю во всех или не во всех в моем экземпляре имеется пластиковая вставка полностью а вот что очень хорошо вот то есть что позволяет ножу спокойно там находиться то есть вкладывать уверенно не боясь ничего прорезать порезать вот то есть вставка жесткая здесь она как бы цельная вот ее то есть мы можем прощупать вот она идет она цельная и здесь имеется такой хлястик он сразу прошивается вместе с тканью все то есть он там жестко зафиксировано значит что по ножнам такой подвес мягкий значит очень большой имеем широкий можно вставить ремень сюда спокойно это тоже большой такой плюс вот эта застежка смотрите пришита на эти тут чуть-чуть гуляет вот поэтому как бы это один из минусов но то что здесь хотя бы хотя бы реализовано на кнопке они на липучке как на многих это плюс то что липучка это вообще честно говоря на держит только там какое-то время потом он вообще перестает держать вот здесь же в принципе скажем так ну к сожалению к сожалению дату это не не подгадали чуть-чуть можно было бы потуже сделать и вот но опять же даже если здесь у нас туго то здесь у нас видите болтается вот это как бы такой большой минус этих ножен к этому ножу то есть у нас в принципе в целом ну если не заморачиваться по носить можно его с собой вопросов нет вот ну вот это вот если кому там тарахтение лишние звуки конечно же это но такой минус вот это что касалось нужен что касается самого ножа ребята очень хорошая рукоять вот очень хорошая рукоять меня небольшая рука напомню то есть в моей руке лежит он ну вот как идеально да скажем или близко к тому вот как мы видим моя небольшая рука до практически вся рукоять ну заходит да то есть под большую руку данный нож не особо будет удобен вот заполняемость рукоятки видите рукоятка пухленькая очень хорошая значит что еще вот этот гарда вот это именно такая вот реализация и и да мне очень нравится то есть мы смело все можем упираться можем делать любые движения не переживать за пальцы вот что еще значит вот это у нас идет своеобразный какой такой пластик вот но типа резинопласт какой-то то есть он вроде как и пластик но не дубовые а чуть-чуть такой мягенький вроде как здесь эти мелкие мелкие очень насечки здесь мы видим такую более текстуру ромбовидную грубую вот а вот здесь тоже время имеется меленькие меленькие насечки здесь и сверху что очень хорошо сказывается именно на удержание ножа вот что еще форма клинка такая интересная вот то есть спуски от середины вогнутые сведения здесь достаточно тонкая этот нож хорошо режет это факт вот единственная точная нет информации какая тут используется сталь вот кто нибудь может проверял уже на твердостью так как на этот нож обзора очень много наверняка есть но я еще не не искал не смотрел вот то есть на сайтах везде указывают на многих 440 си сталь ну если это действительно здесь 440 си то очень неплохо вот самый большой минус все это знают это вот этот реализация этого хвостовика хвостовика откручивается как мы знаем да и здесь у нас идет приварена к основанию как бы хвостовик небольшой у ножа и дальше приварен вот такой вот не знаю болт не болт короче какой то такой значит у нас короче типа кукок кусок болта до сюда приварены и уже сюда накручивается вот это пятка то есть вот вот такой коротенький обзор то есть кто пользовался таким ножом можете мне сказать я еще никак не дойду до него чтобы его именно вывести это в лес короче порезать посмотреть как держит кромку то есть меня интересуют вот именно вопросы по кромке и вот то есть кто-то что-то делал какие-то нагрузки давал я знаю только такой факт я подарил такой нож своему одному родственнику вот как родственник взял и начал нож этот метать в дерево и буквально со второго удара то есть дерево не знаю каким боком он ударился но в общем вот здесь вместе вместе там где место пайки он у нас просто сломался у него то вот то есть поэтому данный нож ну там пайка это она точечная то есть там . это как бы не знаю то есть она удерживает как бы в целом но при какой-то нагрузке но там ломается это слабое место этого ножа вот поэтому для таких вещей как метать то его я очень крайне не советую никому метать вот если у кого-то как это есть опыт владения данным ножом то есть именно непосредственно в хозбытия да там в каких-то нагрузках тому подобное можете мне написать в комментарии мне будет интересно все всем спасибо до свидания